Здравствуйте, это уроки подводной фотографии, я Рустам Серазидинов, и сегодня я расскажу вам о принципах фотографии, в частности о том, как вода влияет на свет. Я намеренно опустил целую тему, касающуюся основ фотографии, экспозиции, фокусы и перспективы, цвета и спектра. Сегодня большинство любителей фотографии, в том числе и подводной, я не говорю о профессиональных фотографах, снимают на цифровые фотоаппараты, которые сами настраиваются на правильный выбор экспозиции и сами фокусируются. Но вам необходимо знать, как ведет себя под водой свет, поскольку это отражается на его количестве и качестве. Есть три основных явления, связанных с поведением света под водой. Это рефракция, потеря света и дисперсия. Начнем с рефракции. Что же это такое? Представьте, когда луч света из воздуха попадает в воду, его скорость меняется и он преломляется. Это явление и называется рефракцией. Дайвер воспринимает свет, преломившийся при прохождении сквозь воду, затем при прохождении стекла маски и через воздух, который находится между стеклом маски и лицом дайвера. Именно поэтому все предметы под водой кажутся крупнее и ближе на 25%. Например, предмет расположен на расстоянии 4 метров, а вам кажется, что он не дальше 3 метров. Фотоаппарат оценивает расстояние точно так же, как человеческий глаз. Поэтому под водой необходимо производить фокусировку с учетом видимого. Влияние этого явления зависит от вида фотоаппарата. Если вы используете однообъективный зеркальный фотоаппарат, нужно осуществлять фокусировку как обычно. Системы, оснащенные автофокусом, фокусируются с учетом видимого расстояния. А на фотоаппаратах, которые для фокусировки требуют указания расстояния, нужно тоже устанавливать видимое расстояние, а не пытаться его высчитать и установить реальное. Иначе объект съемки окажется просто размытым. Теперь поговорим о потере света. Под водой его всегда меньше, чем на поверхности. Существует четыре основных причины для этого. Первое. Рассеивание света в атмосфере. Проходя сквозь облака, туман и дым, свет рассеивается. Чем менее чистое небо, тем меньше света достигает воды. Свет также отражается от поверхности воды, если падает под небольшим углом. Чем ниже солнце, тем меньше света попадает в воду. В результате поглощения свет, попавший в воду, превращается в тепло. Чем дальше он проходит в воду, тем больше его количество поглощается. В дополнение ко всему, когда свет попадает на взвешенной в воде частички, он блокируется, отражается и поглощается. Это явление называется дисперсией. Чем больше в воде взвешенных частиц, тем она мутнее, тем большее количество света блокируется, отражается и поглощается. Поэтому есть несколько правил для съемки под водой. Снимайте при солнечной погоде и чистом небе. Снимайте на небольшой глубине. Снимайте с 10 утра до обеда, когда солнце находится в зените. Используйте вспышку или подводную лампу. Пользуйтесь цифровой камерой с матрицей высокой светочувствительности. И подплывайте к объекту съемки как можно ближе. С учетом сказанного, вы можете выбрать технику съемки, приемлемую для конкретной ситуации. Например, в условиях плохой освещенности и видимости можно заняться макросъемкой или съемкой крупным планом небольших организмов. А для съемки морских пейзажей нужно будет дождаться улучшения погодных условий. Поговорим о потере цветов. Когда солнечный свет попадает в воду и превращается в тепло, вода поглощает энергию световых волн. В первую очередь наименьшую энергию. Красная область спектра обладает наименьшей энергией. Поэтому при прохождении света сквозь воду цвета поглощаются в следующей последовательности. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и, наконец, фиолетовый. В прозрачной воде красный цвет исчезает на глубине 3 метров, оранжевый на 5 метрах, желтый на 10, зеленый на глубине 24 метра. Потерю света под водой во время съемки можно снизить четырьмя способами. Опять же, снимать на небольшой глубине. Использовать вспышку или подводную лампу. Подплывать к объекту как можно ближе. Наконец, использовать фильтр для восстановления баланса цветов. Он, конечно, не установит поглощенный цвет, но фотографии получатся более или менее естественными. Впрочем, профессионалы не используют фильтры, поскольку они поглощают свет. Поговорим, как можно снизить влияние дисперсии на качество фотосъемки. Здесь также незыблемым остается принцип. Чем ближе вы находитесь к объекту съемки, тем лучше. Практическое правило заключается в следующем. Расстояние между объективом камеры и объектом съемки не должно превышать одного метра. Именно поэтому для съемки больших объективов и панорамных снимков рифов обычно используют широкоугольные объективы, которые позволяют максимально приблизиться к объекту съемки. Но для таких объективов необходимы сферические порты, специальные чехлы для объектива фотоаппаратов, помещенные в бокс. На сегодня достаточно. На следующем уроке поговорим о подводных фотоаппаратах, боксах, подводных лампах и других приспособлениях. До встречи. До свидания. Продолжение следует...